Всем привет! Меня зовут Екатерина. У меня грандиозные посадки, весна. Наверное, так у каждого. У нас плюс 14, немножечко похолодало. Хорошее время. Сейчас нужно переделать огромное количество работ. У меня идут переделки в самой длинной клумбе. Насаживаю сюда много новых хвойных диковинок. Цветут сейчас нарциссы, мускарии. Отцвели уже крокусы. Жду очень тюльпанов. Тюльпаны никак не наберут свое цветение. Наращивают пока бутоны. Но хвастаться буду обязательно. Друзья, пару слов хочу сказать про вот этот нарцисс. Как же он мне нравится. Какой же он красивый. Это старинный сорт. Очень старинный. Он достался мне от мамы, маме от бабушки. Вот такой. Можно сказать, неубиваемый. Но я посадила три луковицы. Как-то он очень долго нарастает. Но цветет исправно. И в этом году, смотрю, уже тюльпаны появились. Листики такие уже длинные, по 5 см. А нарцисс, они, думаю, пропал что ли. Испугалась. Засомневалась. Открываю кору. Смотрю. Думаю, может что закрыла. Нет, не закрыла. В общем, он позже начал показываться. Но зацвел раньше, чем мои тюльпаны. Посмотрите, какой огромный цветок. Ну, как можно не любить вот эту красоту, друзья. Я не знаю. Красота неописуемая. Буду сажать сегодня сосну черную. Это сорт от Аскомпакта. И на самом деле очень компактная и красивая. Которая формирует свою крону в виде шара. Где-то проскальзывает информация, что сферическая форма. Но все же в большинстве случаев указано в характеристиках, что высота и ширина в 10 лет. От 70 сантиметров до 100. Будем наблюдать. Но она уже такая высокая. Смотрите, она привита на небольшом штамбе. Около 30 сантиметров. И далее крона. Здесь крона тоже что-то порядка 30 сантиметров. То есть нам еще расти и расти. Саженец в пятилитровом контейнере. Поэтому вот такая красивая. Смотрите, она необычная. Сердце напоминает. Решила разбавить свою клумбу еще вот таким зеленым сердцем. Эта сосна абсолютно неприхотливая. Она выдерживает из-за сушливой погоды. И может расти в таких особо влажных грунтах. Прирост у нее также небольшой. Около 5-8 сантиметров. В зависимости, опять-таки, от места. Понравится ли. От климата. Плюс цвет. Цвет необычный. Он и не синий. И вроде бы зеленый, но с каким-то оттенком. Я его называю цвет морской волны. Игла длинная. Вот у меня уже имеет 7 сантиметров. Вот у такого саженца. А может достигать 10. Я так понимаю, когда корням будет уже очень свободно. Много места. Она укоренится. Нарастит эту вот корневую массу. И тогда уж иголочки будет выдавать побольше. Ну а пока в стесненных условиях, вот в таком горшочке, она дает иглу 7 сантиметров. Но уже компактная. Посмотрите, какая она нерыхлая. Вот какая она набитая. Это вот очень-очень красиво. И свечи выдает уже по 5 свечек. То есть я понимаю, что когда это все распустится, это будет фантастическая красота. Ну давайте приступим к посадке. Конечно, буду открывать корневую шейку. Посмотрим на корешки, потому что это важно, согласитесь. Это важно на будущее нашей сосны. Чтобы она не болела, не страдала. Чтобы корни не оплетали корневую шейку. Нужно оголять и смотреть корешочки. Сейчас хорошее время. Конечно, в плюс 25 делать этого нежелательно. А вот плюс 14-15. Если идут дожди, то вообще классное время для посадки таких растений. Сейчас переверну камеру поближе и посадим мою сосну горную от Асокомпакта. Мускари у меня были спрятаны под спонбондом. Осенью здесь закрывала голые участки спонбондом, засыпала корой. И так получилось, что забываемся, конечно, к осени, где у нас что растет. И там были мускари. Смотрю, поднимается спонбонд. Вот просто непонятно. Думаю, то ли кроты поработали, то ли еще что-то. А там мускари, вот они настолько живучие и сильные, что поднимали землю, кору из спонбонд. Поэтому открыла. Вот там где-то вот даже кора, кора. Вот между моими мускарями. Подняла, освободила место. Ну вот. Цветем. Для посадки сосны я подготовила очень простой набор инструментов, которые вы видите на экране. И уже готова посадочная яма. Посадочная яма шириной больше на 10 сантиметров, чем окружность у горшка сосны. Буквально на 10, чтобы был запас. Что касается глубины посадочной ямы, то она чуть длиннее высоты штыка-лопаты. И там земля легкая, рыхлая. Вот прямо нужно все руками перетереть, всю землю. Чтобы наши корешки легко пробивались, осваивали новую территорию, добывали себе питание, земля должна быть рыхлой, очень рыхлой. Эта тяпка мне поможет в рыхлении корней. Соответственно, будем сейчас открывать горшочек, смотреть корешочки и все это аккуратненько вычесывать. Я, конечно, замерила высоту вот этой кроны. Она есть 30 сантиметров. И да, необычная, своеобразная, похоже на сердце. Ну, я себя, наверное, так успокаиваю. Конечно, я понимаю, что она очень быстро нарастет и обрастет, и примет стандартную шарообразную форму. Но я люблю все необычное. Свечи вот эти вот, они, конечно, сейчас выдвинутся в рост. И, я думаю, будут длиннее соседних. Соответственно, все сравняется очень быстро. Вот такая прививочка, красивая крона. Все сейчас проветривается и просматривается. Но есть сухие побеги, которые необходимо обрезать. Почему, что случилось, неизвестно. Ну, такое бывает. И это оставлять не будем, чтобы оно не собирало влагу, не забирало много солнечного света и так далее. Можно перечислять причин большое количество. Я их буду вырезать на уровне основного побега, чтобы не оставалось пенечков. Они не нужны. Вот такие маленькие, сухие, почему-то они не развивались. Ну, такое тоже бывает. Не оставляю никаких пенечков. Все это необходимо срезать. Ну, и вот здесь. Почему, почему высох, непонятно. Соседний-то живой. Почечка набухла. Видно коричневая. А здесь вот такой цвет темный. Серый, неживой. Вот это вот тоже необходимо срезать. Этого не стоит бояться. Но так будет лучше продуваться крона. И растению будет здоровее. Так, ну, все чистенько. Еще вот один побег. Маленький. Что случилось, непонятно. Обрежу. Вот это вообще само отломалось. В общем, все. Это первый этап. Осмотр своего саженца. Убираем все сухое, а лишнее ненужное. Пусть наращивают новую крону. А я приступаю к следующему. Сейчас проверим корневую систему. Как давно растет эта сосна в горшочке. Это от Ас Компакта. Пятилитровый контейнер. Кстати, это польские саженцы. И обратите внимание, что... Так тяжелый-тяжелый. Что осмокот, они кладут поверх почвы. То есть на верхнем слое почвы. Не на дно, как наши часто делают. А именно по верхнему слою. И вот если мы возьмем какой-нибудь шарик. Вот они. Вот осмокот. Вот, лопнул. То он лопает и внутри сухой. Так, не получилось взять. Я тут уже все перелопала, что ли. Пока трогала. Вот. Он сухой. И если мы его нажмем, он лопнет. Соответственно, отдал все свое питание. Асмокот лежит поверху почвы. Дальше осматриваем. Достаточно давно растет, но не перерастает в этом горшочке растение. Так как мы видим, налет белый это микориза. Мы видим, появились корешочки. То есть пока еще комфортно этому растению здесь расти. Вот видны корешочки. Так, ну что ж. Будем сейчас открывать корневую шейку. Так. Вот, буквально таким образом раздвигаю. Смотрите, сколько здесь осмокота. Очень много. Не жалеют. Вот прямо кучу наложили. Наверное, столовая ложка точно здесь была. Обратите внимание, сколько его здесь. Да. Ну, он весь уже отдал, я так понимаю, свое питание. Молодцы. Открываю. Вот здесь сколько осмокота. Вы видите, сколько осмокота. Этот еще такой твердоватый. Еще питание есть. Так. Открываем корневую шейку. Грунт непонятный. Здесь интересная такая смесь. Видимо, как будто речной песок, торф и хвойный опад, перегной. Что-то вот такое. Корешочки здесь пока маленькие. Не вижу я больших. Таких, чтобы прям-прям-прям. Но шевелить корневую надо обязательно. И открывать корневую шейку. Вот я уже опустилась, ну, на полсантиметра. Там, где будет утолщение, вот, там и будет наша корневая шейка. Вот это все верхний слой. Видите, здесь был без корешков, да. Она прилично заглублена. Вот. Можно руками делать. Уже открыла на сантиметр. Смотрите, сколько я уже сняла почвы. А до корневой шейки я так и не дотянулась. Получается, уже как-то под наклоном даже. Так. Так. Еще надо. Смотрите, как еще глубоко необходимо. Опуститься до корневой шейки. Ровненький стволик везде. Есть корешочки. О, корешки такие хорошие, видимо. Своевременно была пересадка каждый раз. Вот. Таким образом. Сейчас мы откроем. Как-то даже бочком, что ли, так. Вот так надо и сажать. Сколько тут я уже опустилась. И смотрите, все выкапываю осмокот. Друзья, дотянулась я до корневой шейки. Смотрите, насколько я углубилась здесь чуть более двух сантиметров. Это все было закрыто грунтом. Может быть, да. Для устойчивости и транспортировки их так сильно заглубляют. Как было такое мнение однажды написано мне в комментариях. Что заглубляют в питомниках. Вот именно такие стволики для более устойчивости при транспортировке. Возможно. Ну вот видите, там уже пошло утолщение. Очень много мелких корешков. Дальше двигаться не буду. Разрыхлила еще немножечко по бокам. Пооткрывала. И вот это вот место прививки у меня будет над грунтом, конечно. На самом верхнем слое. И я немножечко приподниму. Потому как все-таки опускаются наши посадки со временем. Может даже не через месяц, а может опуститься и через год. То есть земля уплотняется, опускается. И наше растение опять-таки с корневой шейкой опускается глубоко вниз. Ну и потом, конечно, все это землей засыпается периодически. Поэтому сейчас видите, как ямочка я там подсыпала. Сейчас еще подниму немножко ее. Добавлю грунта. Вот так вот. Вот так вот буду сажать. Видите, какой уровень. И моя сосна будет чуть-чуть, чуть-чуть на сантиметр выше основного уровня. Присыплю корешки еще землей. И, соответственно, так посажу. Друзья, ну вот я примерилась уже. Поставила свою сосну, чтобы ее сердечко было краю клумбы. Ну, это сразу будет красивый внешний вид и красивая картинка. Да, если я буду здесь прогуливаться. Ну вот я посмотрела, надо еще немножечко приподнять. А то как-то она у меня заглубилась. И сейчас посажу. Все-таки в любом случае надо будет ставить опору обязательно. Потому как при моей чистке корневой и оголении корневой шейки остался очень маленький слой такой, да, для того, чтобы держать равновесие. Поэтому буду обязательно ставить опору временно вот с этой стороны. Хотелось бы без опоры, но так не получится. Поэтому добавляю сейчас немножечко грунта, чтобы сравнять так. Вот так вот. И на верхний слой почвы добавлю осмокота. Можно использовать удобрение для хвойных. Я добавляю осмокот. Удобряю свои растения буквально в первые 2-3 года после посадки. Далее они в этом не нуждаются. Они самостоятельно хорошо добывают себе питание. Ну, сейчас можно добавить, я добавлю удобрение осмокот. Можно любое удобрение для хвойных по верхнему слою почвы. Я смотрю, что примерно сколько, ну, столовую ложку вот таким образом рассыплю. Добавлю еще чуть-чуть. Тут я смотрю, что очень много было удобрения. Для горшка. Вот. И сейчас еще засыплю почвой. И пролью все хорошенько водой. Поставлю опору и покажу вам уже конечный результат. Так, уплотняю. Ну, вот, кстати, уплотняю грунт всегда. Только руками. Боюсь я остановиться как-то. И уплотнять более сильно. Но потом все равно с поливами осядет. И вот, вот так получается неплохо. Неплохо, неплохо. Друзья, ну вот что у меня получилось. Сейчас пролью немножечко. Пусть осядет земля. Потом буду еще раз, несколько раз так поливать. Кстати, полив после того, как вы посадили, необходим. Если стоит жаркая, вдруг резко сухая погода, то поливаем через день. Если прохладная, пасмурная, то раз в неделю. Я сразу вбила металлическую опору. Но она на высоте кроны. И, соответственно, ее, в принципе, особо и не видно. Здесь завязала специальными колготками для роз. И сделала такую петельку, чтобы на всякий случай не пережалось. Мало ли что. Не пережался стволик. Вот он ходит, если что, и держится. Не пережмется. Посадила корневую шейку, вот видите, на границе с землей. Даже такая небольшая возвышенность. Вот здесь вот сразу идет спад. У меня вообще-то клумба такая под наклоном получилась. Поэтому вот так. Сразу видно, да, насколько была заглублена корневая шейка. Вот стволик, который имеет другой цвет. Вот здесь. Это все было под землей. Вот здесь светло-зеленый цвет, а там такой коричневый. Это все было в грунте. Я освободила. То есть, если бы я сажала методом перевалки, то сосна бы страдала. Стояла бы очень долго на месте. И, возможно, бы даже болела. Так, что еще у меня осталось? Значит, хорошенько пролью. Вылью лейку воды без корневина. Я в последнее время не использую корневин при посадке здоровых растений. Например, весной, осенью. Вот если летом вы сажаете, то да. Там методом перевалки. Лет это все-таки другое немножечко. Там можно использовать корневин. Сейчас не использую. Только вода. Только вода. Ну вот, леечку пролью полную. И этого будет достаточно. Все это застелю спонбондом. Замульчирую корой. И все. Моя клумба будет декоративна. Только подходи, любуйся. Разговаривай с растениями. И замеряй их приросты. Все, друзья. На этом буду прощаться. Сажайте свои сосны сейчас смело. С радостью и удовольствием. Всем хорошего дня. Отличного настроения. И до встречи.